Роднолечка Счастливая семья – здоровое общество. Такую миссию выбрали создатели журнала. Вся деятельность редакции направлена на воплощение ее в жизнь. Причем в жизнь не только читателей, но и свою. Авторы издания Ирина и Константин Писаревы. Родители четверых детей, один из которых приемный. Дома все время вместе и на работе вы вместе. У вас вся жизнь получается какая-то сплошная семья. Вам все это не надоело? Нет, даже интересно. Нет, не надоело. Мы даже удивляемся, как бывает иногда отдыхают супруги друг от друга. У нас даже статья была на эту тему. Мы даже думаем одинаково. Да. Вот недавно ехали в машине, в общем, сказали одно слово. Хорум. Вдруг мы только посмотрели вот так вот. Причем этого слова как бы в нашем лексиконе особо-то нет. Да, в общем, совпадают уже, срослись. Мы взяли. 15 лет вместе. Приемный сын Писаревых Саша – герой первого выпуска программы «Право на маму». Три года назад, когда они взяли его из дома ребенка, никто и подумать не мог, что мальчик начнет ходить. Тогда он лишь немного передвигался с помощью специальных ходулей. А Костя и Ира верили и буквально поставили Сашу на ноги. Мы идем в школу в этом году. Саша идет в школу. Мы уже ходим без палок совершенно. То есть ходим, падаем, встаем, сами встаем без поручней, без стеночек. Но есть, естественно, сдвиги хорошие. На праздник журнала собралось рекордное количество семей. Все в полном составе, независимо от возраста детей. Большинство из них не задумываются ежедневно над тем, зачем человеку нужна семья. Просто знают, что по-другому не прожить. Без семьи никуда не будет. Семьи не будет той же страны. Да почему же? Ну, не знаю, как-то все же должно быть сплачено. Сплачение, да. Огромной популярностью сегодня пользуется тема скандалов, интриг и расследований. Жесткие новости, криминальные детективы, одиозные топ-шоу. Все это имеет высокие рейтинги. Туда стремятся журналисты в надежде на высокие заработки. Редакционный коллектив «Роднолички» пишет о семье. И от этой темы нельзя абстрагироваться. Ей приходится жить. Она привлекает, наверное, тем, что жизнь в семье всегда свежо. Всегда какие-то события. Это твоя родная семья. Это то, чем человек живет. То, что дорого, ценно. И что-то все время происходит. Какие-то приключения, так скажем. В США и Европе стоит вопрос о полной легализации не только однополых, но уже 30 видов браков между представителями новых статей. Между тем, все нормальные семьи считаются подозрительными. И в связи с этим требуют обязательного контроля со стороны чиновников опеки. На что направлять деньги меценатов? Такой опрос недавно провели российские социологи. Ровно четверть респондентов считают, что средства должны идти на пропаганду традиционных семейных ценностей. С ними согласны Ольга и Леонид Нетребские, герои одного из выпусков журнала. Если мы не будем делиться информацией своим опытом, если не будем передавать это из поколения в поколение, как тогда будет происходить научение? Если животные учатся инстинктами и быстрым научением, мы имеем возможность передавать свой опыт языком, поступками и средствами массовой информации, как носителям. Нравственные ценности семейных отношений и принципы здорового образа жизни авторы журнала демонстрируют своим примером. Особое внимание уделяется детям. Надо воспитывать как-то наших молодых молодоженов, семьи наши самарские. Я не считаю, что мы идеальный пример, но можно какие-то вещи, может быть, и с нашей семьи тоже брать на вооружение. Мы для людей пытаемся донести, что многодетность – это нормально, что брать детей в семью приемных – это нормально, потому что стереотипы людей, что приемных детей берут люди либо из каких-то корыстных интересов, либо каким-то непонятным причинам. Говорят, своих, что ли, не хватает. Но нам однажды, наверное, не хватило, поэтому и взяли. Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что традиционную семью придется защищать. Россия завершила историю 20 века трагически. Мы потеряли миллионы людей в войнах, революциях. Многие развращены, иные ослаблены. И все же Россия по-прежнему держава, над которой не заходит солнце. За нами последняя крепость – наша семья. Отстоим ее – сохранится Россия. Нет настроения у тебя сейчас, да? Нету настроения. Сережа. Сереженька. Настроение ребенка – это такая штука. Сейчас нет, а через минуту появится. Чужие люди, видеокамера. Хочешь, не хочешь, а закапризничаешь. В привычных условиях Сережа очень позитивный. Ну, он веселый, такой жизнерадостный. И он такой невредный ребенок. Добрый, видно. Вот Владушки любит играть. Сам старается ручками, сам кнуте ручки. Немножко получается у него. Сережа давно запомнил лица воспитателей. Отзывается на свое имя, ворачивает голову и очень радуется, что к нему обратились. Недостаток внимания малыш пытается компенсировать маленькими хитростями. Я прихожу, он начинает, сразу, чтобы его взяли на ручки. И они допиваются своего. Вот кажется, он такой ничего не понимает. А на самом деле все все понимают. Сережа может быстро передвигаться по полу. Отталкивается ручками и ножками и ползет. Держит в руке игрушку. Перекладывать в другую руку ему пока сложно. Кушает из ложечки, но необходима помощь воспитателей. Сережа очень спокойно засыпает. Достаточно просто положить его в кроватку. Вкусный? Попробовать надо, да, Сережа? Мышонка? Попробовать надо. Взрослые говорят, что характер Сережи видно уже сейчас. И главное его достоинство, которое перекрывает все остальные. Поразительная доброжелательность мальчика. Если бы в семье он был, конечно, было совсем другое дело. Если бы он дома был. Индивидуально вот именно к нему внимание, к ребенку непосредственно, не ко всем. Сразу вот рада пообьется, но не получается всех сразу. Поражения в центральной нервной системе, из-за которых возникает ДЦП, практически всегда необратимы. Но выраженность этих нарушений может уменьшаться со временем. Часто бывает, что умственное развитие не страдает. И благодаря самоотверженным усилиям родителей и самого ребенка, даже опережает таковое у нормальных сверстников.